Слушайте Радио Болтком Утро на Болткоме Ну, собственно, песня стоп уже прозвучала Вот в румяные с мороза ворвались в нашу студию Алекс Сильверс, наш знаменитый исполнитель латвийский И певица Ольга Лакса Его, можно сказать, протеже, ученица Который сейчас дебютный альбом Да, доброго Сначала поздравляем, сразу так А потом доброе утро Спасибо, да Может быть, несколько слов сразу о песне Кто автор, как она создавалась Что это за... Которая стоп Стоп, это сейчас стоп, да, звучало А вы не узнали, собственно, песня Мы так лежали Мы у меня же альбом целый вышел И песня красивая, и вокал какой заслушаешься Это я! И песня моя! Это как раз самая первая песня, которая вошла в альбом И автор её, конечно же, Алекс Сильверс Но он попал прямо в точку Прямо в личное, так скажем Ну да, так получилось, что Оля пришла и сказала, что пора писать авторские песни Хватит петь каверы И так получилось, что Оля рассказала мне свою историю Прошло пару дней, я говорю, Оля, песня родилась Может приходить на роды, ребёнок уже есть И так мы записали песню, которая действительно стала очень популярной Не только в Латвии, но ещё и в России, в Белоруссии В горячих ротациях была, ну, эта песня уже сколько? Уже год-полтора стабильно И вот мы уже рады, что после первого ребёнка родился такой большой ребёнок Такой увесистый, это целый альбом дебютный А сколько песен на альбоме? На данный момент в альбоме 9 композиций На данный момент, в смысле, будет расти количество? Ну, надеюсь, что да, но уже во втором альбоме Но нет, пока 9 песен, и вот альбом выходит к Рождеству Мы решили Олиным поклонникам сделать такой подарок К Рождеству выпустить альбом Насколько важно вот действительно не отдельные песни А собрать их вот под одну обложку, как альбом Что это вот значит для исполнителя? Ну, это просто, не знаю, для меня это была такая детская мечта Я почему-то грезила именно, что я хочу вот прям целостный альбом Наверное, это пришло оттуда, что было такое воображение, что будет целый альбом Я с ним буду гастролировать Конечно, это не об этом времени, когда в пандемии никаких концертов особо не происходит Но была такая мечта, это было очень важно для меня, и она исполнилась А какая, собственно, профессия первая? Ой, очень интересная профессия, я думаю, что мы оставим эту тему за кадром Альбом называется «Лично», а это очень лично Ждём выхода второго диска О, да, может мы в нём расскажем, собственно, что и о чём Ну, интрига остаётся, конечно Да, конечно, но она оставляется иногда Оставим это для биографов Насколько важно, ну вот получается, что песни приходится, ну, как отдавать, как своих действительно детей подбрасывать, то есть, ну, в чужую семью Мне кажется, мы с вами это обсудили, когда Юлия Майер перед Славянским Мазаром здесь была На самом деле всё это настолько легко, потому что ты знаешь, кому ты отдаёшь этого ребёнка музыкального, зачем И в своих артистах я уверен, потому что то, как они несут мои композиции, наши композиции, это приятно Песни живут, я надеюсь, будут жить Нету этого ощущения, что ты что-то от себя часть отрываешь Ты просто как-то передариваешь, чтобы это жило и двигалось дальше Насколько вот под каждого исполнителя нужно понимать его возможности голоса, его манеру исполнения То есть, вот это делается, ну, вот под конкретного человека или песня рождается, потом нужно вот понять, кто лучше её исполнить Допустим, в случае с Олей, песни все были написаны исключительно сразу ей, думая о ней, о её ситуациях Поэтому обычно, когда я работаю с каким-то исполнителем, я обычно говорю, приедь, давай с тобой поговорим За чашечкой кофе расскажешь мне, что у тебя в жизни происходит Я как это, смеюсь, гадалка ЗАЗа, мне нужно сначала человека почувствовать, а потом уже описать о чём-то личном И обычно человек приезжает и говорит, мне нужна там песня о любви, счастливой или несчастной Мы говорим, мы находим какие-то точечки, соприкосновения, и потом рождается песня А потом мы её слышим на радио А есть песни не о любви? Да мне кажется, 99% песен о любви просто о разной любви Ну, наверное, есть, да, ну, такие, наверное, которые не совсем дошли до зрителя или слушателя Но в целом всё же о любви в этой жизни Ну да, и в советское время там тоже были все песни или о любви, или о любви к партии То мы не застали, но поверим А сколько вообще, я понимаю, таких вот, ну, учеников, тех, ну, с кем, для кого пишется песня На данный момент это трое человек, с кем я работаю под контрактом, который обязывает и меня, и артиста на какие-то определённые обязательства В данном случае три человека, все остальные, большая студия, очень много учеников Но только с троими мы решили поработать немножечко побольше и поплотнее, нежели просто приходить на уроки вокала и уходить домой Ну и как это, на гора по контракту выдавать шедевры? Хочешь, не хочешь, пишется, не пишется, а вы не положь песню Алекс очень талантливый человек, действительно приходит всегда такая музыка Но тем не менее Ну, в любом случае, контракт, это так звучит очень печально Это бюрократически прямо, ну, как вот, ну, не знаю Ну, мне кажется, вот как с друзьями, там, типа, дашь взаимые, там, десятку до получки, составляем контракт Значит, я тебе даю, ты мне обязываешься Это старая мудрость, друзьям одолживать нельзя И деньги потеряешь, и друзей Да, это, кстати, хорошее дело Ну, на самом деле, в этом понятии с работой должно быть некое обязательство, чтобы и меня подстегивало Там иногда вставать с кровати и всё-таки работать И артистов знать Вставать с кровати и петь Да, и петь Это, безусловно, дисциплинирует Это, да, дисциплина должна быть И здесь не о том, что, если ты что-то не делаешь, значит, там, большой штраф в 10 тысяч или 100 тысяч Нет, не об этом здесь Здесь всё-таки, да, дисциплина, как правильно, скала Оля А чтобы все выполняли свою работу на ура Это же тоже работа Это есть как и работодатель, и работник Как и везде есть Это рабочие Творческих людей надо дисциплинировать обязательно Я бы сказала, что даже это очень удобно Потому что всегда есть какой-то чёткий план наперёд Если, ну, обычно я такая у себя в облаках где-то летаю То Алекс такой мне так-так-так напоминает Что вот-вот, а что дальше, что мы делаем Продюсер Всё должно быть по плану Нет, ну как это, вот я не представляю Пушкина там сочинить Гениальное стихотворение Война с Англией сегодня запланирована Там, ну, как в Вероню Мюнхгаузене Хотя, с другой стороны, вот Достоевского был контракт Что надо было за 27 дней написать роман Взял стенографистку, написал Надиктовал Ну, надиктовал, практически, да Что ещё вот происходит в жизни, в мире музыки Вот какие сейчас, не знаю, вот в наше пандемийное время Тенденции, что, виден ли свет, просвет какой-то в конце туннеля Есть, мне кажется, он один-единственный Если мы говорим сейчас про Латвию и конец года Это отбор на Евровидение Это самая главная вещь, к которому, мне кажется, готовятся уже все артисты в Латвии И, кстати, кто ещё не в курсе из артистов Сегодня последний день подачи заявки на отбор на Евровидение Седьмое число, и вот сегодня, мне кажется, наша Супернова получит 150 тысяч миллионов заявок Как обычно в последний день Но да, для артистов сейчас это самое... Раньше это было что, новогодний чос? А сейчас это подготовка к отбору на Евровидение Ну что же, есть песни на Евровидение? Конечно, есть Уже месяц назад подали, с этим спокойно ждём Только одну? Только одну Ну нет смысла размениваться на несколько композиций Была идея две Как будто два года же молчали Но ничего не было Но решили, что всё-таки одну Но максимально в неё вложить всё, что можно А что дальше будет? То есть дальше будет отбор? А дальше вот это вопрос к организаторам, они молчат Говорят, расскажем попозже Но вот мы и все ждём В неведении пока что Понятно А с новогодним чосом-то как? А с ним всё печально Печально, да? Ничего с ним нету Нет, ну конечно, есть сейчас какие-то и выступления, и концерты Но они в таком очень ограниченном формате Не будем даваться подробностям, все мы знаем их Но, несмотря на то, у Ольги прошёл вот буквально недавно презентация альбома для своих Всё по правилам, всё как должно было быть Всё в зелёной зоне Всё в зелёной зоне, в масках, шахматный порядок, всё как должно быть Но главное, что это было единение Но меня всегда очень смешито, когда ты выходишь на сцену вот сейчас, вот последний год И ты видишь полный зал людей, но все сидят в масках Такое не очень обычное зрелище Но главное, что люди были, цветы дарили, хлопали, аплодировали, кричали на бис Это самое главное У нас была актриса, которая рассказывала, что, ну, с камерным спектаклем Он играется просто в небольших помещениях И по сюжету они буквально должны вот, ну, с публикой взаимодействовать И подсаживать И говорит, насколько дико жутко Взаимодействовать никак, потому что Все в масках, ну ты не видишь вообще, не мимики, не понимаешь Человеку нравится, не нравится Что говорит, даже свадьбы проходят в масках Не то, что концерты То есть это раньше кричали там со сцены Я не вижу ваших рук, я не вижу ваших лиц Практически можно говорить Да, как-то так в этом что-то есть Конечно, печаль Ну, немножко как-то жутковато, наверное, артисту видеть просто маски перед собой вместо лиц Да, это необычно, это как минимум, необычно Раньше-то мы привыкли, что видимые улыбки И не улыбки, что угодно Но сейчас телефон и маска Но мои гости подпевали, поэтому было все равно жарко Да, да А что по продвижению, как работают все эти сервисы? Они как-то учитывают вообще географию? Сложно ли из Латвии выйти на какой-то, ну, хотя бы тот же самый рынок России, Белоруссии, Украины? То есть где понимают? Сервисов на самом деле много, но всегда единственная вещь, которая работала во все времена, это личный контакт Если ты знаешь музыкальных редакторов радиостанций, с ними все намного проще Ты просто отправляешь композицию, ну, они тебе говорят, формат не формат Но так как ты уже работаешь много лет с одними и теми же радиостанциями, то ты уже понимаешь, где формат, а какой у них не формат То сервисов много, мы пробовали несколько, но все-таки доверяем личному контакту и личному да, в эфире, нет, не в эфире Так проще А что сейчас вот должно стать хитом? То есть вот какая музыка популярна? Мне кажется, у каждой публики свой ответ У тиктокеров это тикток, да, и формат тиктока У стандартных попсовиков это радиостанция, там, если мы говорим про русский язык, на русском языке Это такая попса хорошая, российская А в Америке свое, в зависимости от контингента и радиостанции У каждого свой формат Ну ладно, продолжая тему тогда, а что с Евровидением, учитывая победителей прошлого года абсолютно неформатных Малискин? Ну, смотрят, мне кажется, их фанаты сказали, в смысле, неформатных, для кого-то они очень форматные Ну, такой музыки, чтобы она победила, на Евровидении не было десятилетия Ну, Лорди те же самые были, да, которые... Ну, я извиняюсь, после Лорди почти 20 лет прошло Ну да, да Ну, мне кажется, должны появляться люди и новый стиль, который взбудоражит и... Ну, видимо, на тот момент всем надоело попса Всем захотелось немножко рока Ну, это как бы закамуфлированный мой вопрос, в какой стилистике ваша свежая Да все никак не можем сказать, Жиж, надо подождать Как минимум, наверное, от меня никто не ожидает такой стилистики Ну, это как минимум, потому что все привыкли меня видеть в формате баллады, орущие композиции, душераздирающие Мы решили в этом году изменить тактику и пойти другим путем Посмотрим, сработает или нет Панк-рок Ну, почти Такой танцевальный панк-рок А сколько? Бэнс-панк Известно вот так тихонечко вот если... Да, панк это Сколько конкурентов вообще будет ли там? Ну, то есть все артисты Супернову подали уже свои заявки Если честно, каждый год их становится достаточно меньше То есть кто-то уезжает, да, из таких главных конкурентов Кто в этом году будет, не знает абсолютно никто Все молчат, я знаю буквально там двух, кто у себя в сторис поделился, что наверное он будет в этом году участвовать Остальные молчат, я придерживаюсь той же самой тактики до сегодняшнего дня, потому что я уже все это сказал Но неизвестно, ну неизвестно, вдруг кому-то надоело, а вдруг наоборот кто-то появился новый Все всегда меняется, каждый год кто-то новый точно есть, но кто-то старенький точно всегда тоже будет У нас совсем мало времени остается, а хотелось узнать немножко о композиции вот просто, которая завершит нашу сегодняшнюю уже беседу Что это за песня, как она появилась, тоже опять-таки вот несколько слов, если можно У меня просто как раз совсем недавно была свадьба, и мне кажется вот в этот момент она и появилась О такой любви, когда вот просто надо уехать куда-нибудь далеко-далеко И любить друг друга, и не отвлекаться на какие-то третьи И насладиться медовым месяцем Поздравляем, я понимаю, да? Да, да, спасибо Счастья, любви, вот этого всего желаем Если обычно такие песни все о несчастной, страдательской любви, то здесь именно о той такой суперской, взаимной, классной, дерзкой любви Это же большая редкость услышать в припеве что-то, а у меня все хорошо А вот она как раз-таки именно об этом и есть Автор песни, я понимаю Я все еще здесь Все еще здесь Насколько быстро порождаются песни? То есть вот сколько 10-15 минут, час, один день, полгода Неизвестно, как пойдет, но в целом обычно у меня рождаются композиции за 15-20 минут То есть альбом где-то вот за рабочий день можно Если очень постараться, то можно Этот вопрос еще Тому Сандерсу надо задать То есть это наоборот Дитру Боллину Да, скорее, да, Андерстен Насчет каверов, насколько сложно каверы исполнять, если там, ну не знаю, это Полина Кагарина Уитни Хьюстон или кто-то У меня вопрос, а надо ли их исполнять? Артистам, которые пишут авторскую музыку и поют авторскую музыку, надо ли их исполнять? Так будет неизбежно тогда постоянное сравнение, ты дотягиваешь до него, а перепеть мировых таких звезд довольно непросто Ну что же, настало, наверное, просто время услышать композицию Просто Не будем усложнять, все очень просто Алекс Сильверс и Ольга Лакса сегодня с нами были в гостях в этой студии Спасибо большое, слушаем песню Радиоболтком 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 Радиоболтком